Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Лента, в студии Вероника Климова. И сегодня в выпуске. Детские вопросы о взрослых проблемах. Глава города встретился с кадетами в 18-й школе. Надежда, вдохновение, талант. Творческий конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья стартовал в Приморье. Что значит быть патриотом? Такую тему обсудили в Доме детского творчества. А теперь об этих и других событиях более подробно. Необычный урок, на котором присутствовал глава города Вячеслав Квон, провели в школе номер 18. Мир – высшая ценность. Основные темы – мир, добро, понимание и развитие. На уроки побывала наша съемочная группа. Мир – это основа стабильной жизни. Это основа развития страны и всех ее граждан. Необычный урок, на котором присутствовал глава города Вячеслав Квон, провели в школе номер 18. Мир – высшая ценность. Основные темы – мир, добро, понимание, развитие. А все вместе – патриотизм. То есть любовь к своему городу, к стране, к народу. Кадетские классы давно зарекомендовали себя как ответственные и исполнительные ученики, приученные к дисциплине и порядку, непременные участники всех важных городских мероприятий. Они по праву считаются красой и гордостью Артема. К тому же этих школьников давно уже интересуют взрослые проблемы. Поэтому разговор получился серьезный и деловой. Хотел бы вас послушать, ваши вопросы. Почему? Потому что от того, какие вы вопросы будете задавать, мне кажется, я смогу в дальнейшем составить и для себя понимание о вас. От асфальтирования школьного двора до социально-экономического развития города, благоустройства общественных пространств и экономической стабильности в ближайшей и отдаленной перспективе. Такие вопросы задавали кадеты Вячеславу Квону. Самым активным оказался пятиклассник Кирилл Беляев. Его, помимо прочего, интересовалась система поступления налогов в бюджет Артемовского городского округа. Хороший вопрос, очень такой профессиональный. Я сам придумал эти вопросы. Меня эти вопросы волновали очень долго. Ты услышал ответы на свои вопросы? Я услышал ответы. Но вопросы еще остались? Да. А почему ты их не задал? Потому что мне сказали, хватит разговаривать. Самый для тебя очень сложный и актуальный вопрос? Сколько денег выделяется на образование в Артемовском городском округе? И сколько? 67% от общего бюджета Артема. Его общий бюджет составляет 5 миллиардов. Но это еще не все вопросы. В кадетских классах обучаются и девочки. По степени своего развития они ничем не уступают мальчишкам. Может быть, только в силе. Но точно не по любознательности. У тебя куклы не интересны? Книги не интересны? Читаю. Интересны. Получила то, что хотела услышать, собираясь на сегодняшнюю встречу? Да, я думаю, даже больше, чем я хотела узнать. А что конкретно ты узнала? Очень много о городе, даже то, что я не предполагала. И о дальнейшем развитии. А всем ребятам было интересно? Или только тебе? Я думаю, всем. Все. Вопросов очень много было, да, и заинтересованы все смотрели, я думаю. Какой, на твой взгляд, самый оригинальный, интересный вопрос? Самый интересный? Ну, наверное, больше всего Кирилл задавал вопросы. И прям про все. Так что про образование и про дальнейшее поступление тоже актуально очень. Встреча Вячеслава Квона с кадетами продлилась почти два часа. Дети немного устали. Но по-военному строго преодолели тяготы школьного образования. Стороны договорились в дальнейшем поддерживать такой формат общения. А наиболее любознательные могут напрямую обращаться к главе города. Пообещал принять и выслушать каждого. Александр Натточев, Габриэль Филатов, городские новости, телеканал «Лента». Накануне прошла дискуссия на тему патриотизма. В ней приняли участие школьники и начальник управления образования администрации Артемовского городского округа. Также ребята предлагали свои интересные идеи по созданию каких-либо мероприятий в городе. В доме детского творчества состоялась встреча сотрудников администрации с школьниками. В ходе дискуссии начальник управления образования рассказала о том, что у молодежи Приморского края есть возможность разработать, а затем утвердить проект «Молодежь Приморья». Главная тема проекта должна касаться патриотизма нашей страны. На сегодняшний день у нас на территории округа существует долгосрочная уже программа, которая реализуется много-много лет. Называется она «Молодежь Артемов». Но очень бы и очень хотелось, чтобы эта программа была дополнена вашими предложениями и инициативами по патриотическому воспитанию. Здесь может быть и экологические аспекты рассмотрены, здесь может быть и творческая деятельность, и научно-исследовательская деятельность, здесь может быть и театральная деятельность, потому что на сегодняшний день губернаторам Приморского края поставлена задача, чтобы вы знали, наверное, мы будем ее через вас реализовывать, это развивать театральное движение в школах, развивать КВНовское движение в школах, ну, у многих это уже развито, развивать и юноармейское движение, и так далее, и так далее. То есть развивать вот эти все общественные молодежные движения, чтобы они активно работали по школам на уровне также города и были самыми главными закоперщиками на уровне Приморского края, потому что я вот знаю, что у нас молодежь достигает больших побед. А я вам просто предлагаю, предложите свои мероприятия, которые могут быть реализованы на уровне школы, межшкольных, то есть не только замыкаться в своем пространстве, да, вот в школе замкнулись и все, между школами, на уровне города, ну и естественно посмотреть, какие есть мероприятия на уровне края и сделать подобное у себя. Почему? Потому что развивать это движение, потому что вы прекрасно понимаете, да, если есть это движение на уровне края, то есть возможность выйти на край, а если есть на России, то еще и на Россию нужна определенная подготовка. Ведь действительно молодежь Артема активно участвует во многих конкурсах и занимает призовые места. Например, буквально недавно вернулись юно-армейцы с всероссийского конкурса, где одержали победу и заняли призовые места. Заседание у нас нерядовое, необычное. Попытаемся поделиться мнениями, попытаемся обсудить вопрос, есть ли в современном нашем с вами обществе у патриотизма какая-то ценность или может быть это понятие изжито. Что значит быть патриотом? Кто такой патриот? Во время встречи у ребят интересовались, что их всех вместе объединяет, какие у ребят есть идеи по поводу создания каких-либо мероприятий в городе. Еще есть вопросы? У учеников нашего города была замечательная традиция. В день окончания школы приходить к мемориалу погибшему Артема в сангуте Легко-Тереческой войны для участия в акции «Минута памяти». В последние два года эта акция не проводилась. Хотелось бы, чтобы акция продолжала проводиться и вошла в планы. Хорошо, учтем, что парламент организовывает патриотический его пробег. Однако это была только одноводная акция и можно внести эту акцию уже, чтобы она была ежегодной, потому что Молодежный парламент составлял специальный план, по которому мы здесь уехали и узнавали разные памятники со всего города, посвященные различным героям, не только странным, но и городам. Хорошо, учтю. Цель такой встречи несла в себе смысл, чтобы дети осознали себя людьми гордыми и достойными, чтобы в них проснулось еще дремлющее чувство любви к своей родине. Вероника Климова, Денис Надельный, Светлана Нуре, Городские новости, телеканал «Лента». Международный аэропорт Владивосток внедряет новые услуги для своих пассажиров. Теперь при регистрации пассажиры смогут воспользоваться стойками самостоятельной регистрации, что позволит сократить время и не стоять в очереди. Кроме того, еще много всего интересного появилось в аэропорту. Ежегодно Международный аэропорт Владивосток обслуживает более 1 миллиона пассажиров. Каждый день аэропорт развивается и улучшает свои услуги. Ведь самая главная задача – это высокое качество обслуживания и комфорт пассажиров. В целях улучшения качества Международному аэропорту Владивосток появилась дополнительная услуга «Фасттрек», позволяющая максимально сократить время оформления на рейс и пассажирский контроль. Эта услуга включает в себя сопровождение сотрудника аэропорта пассажиров всех предполетных формальностей от начала регистрации до момента попадания на борт воздушного судна. Мы сопровождаем пассажира и тем самым пассажир исключает время ожидания в очереди. Также аэропорт с 1 апреля запустил стойку для пассажиров бизнес-класса и зарегистрированных онлайн для сдачи багажа, которая будет функционировать 24 часа в сутки на все авиакомпании. Для удобства пассажиров с детьми на третьем этаже расположена очень уютная комната матери и ребенка, в которой имеются спальни с кроватями и с оборудованными местами для пеленания. Игровая комната – кухня. Игровая комната для детей оснащена различными детскими развлекательными комплексами и игрушками. Чтобы воспользоваться услугами комнат матери и ребенка, пассажирам необходимо иметь с собой паспорт, билет и медицинскую справку для ребенка. Медицинскую справку можно получить бесплатно в медпункте аэропорта. Посещение комнаты матери и ребенка бесплатно. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться залом повышенной комфортности. Он работает круглосуточно. Зал повышенной комфортности предназначен для создания максимального комфорта и удобства пассажиров. Услугами могут воспользоваться как пассажиры бизнес-класса, так и другие категории пассажиров за наличный и безналичный расчет. А для детей до двух лет посещение бесплатно. В настоящий момент в зале повышенной комфортности внутренних воздушных авиалиний действует акция. Цена за посещение зала снижена до 1500 рублей. Международный аэропорт Владивосток отводит значительную роль онлайн-сервиса. Около года для пассажиров аэропорта работает чат-бот Телеграм. Он позволяет им мгновенно получать информацию о рейсах, помогает не пропустить начало регистрации или посадки. А встречающие благодаря ему видят оперативные данные о прилете самолета и выдаче багажа. Также на главной странице сайта аэропорт Владивосток появилось больше десятка новых онлайн-сервисов. Транспорт, еда, контроль, авиабилеты, отели и многое другое. Теперь пассажиру не надо листать страницы различных интернет-порталов. И он может буквально в несколько кликов заказать трансфер в город, забронировать гостиницу и даже выбрать интересную экскурсию. Помимо вышеперечисленного в аэропорту Владивостока, можно посетить множество магазинов и заведений. Например, приобрести сувениры, зайти в цветочный павильон, купить морепродукты или сладости, а также украшения. Чего здесь только нет – аптеки, банкоматы, аренда автомобилей, валютно-обменный пункт и многое другое. Международный аэропорт Владивосток каждый день улучшает работу в сфере качества обслуживания пассажиров. В стенах детской школы искусств номер 2 в 2012 году был набран первый класс по предпрофессиональной программе и был создан детский театр-экран. Численность учащихся с каждым годом росла, и вот уже составляет 85 человек. По истечению пяти лет за заслуги в различных конкурсах, особенно международного уровня, театр-экран присвоил звание образцовый. И вот уже отпраздновал свой десятилетний юбилей. Подробности далее. Ровно 20 лет назад в детской школе искусств номер 2 зародилось театральное отделение, которое раньше было всего лишь классом. А спустя 10 лет в стенах этой же школы зародился детский театр-экран, который спустя 5 лет в 2017 году получил звание образцовый и в скором времени станет заслуженным. И все это благодаря Наталье Сергеевне Трукшиной, которая вот уже 20 лет своим теплом оберегает и наставляет учителей и детей. У нас очень хороший коллектив, действительно замечательный коллектив. Мы сегодня проводили педагогический совет, и он у нас шел 2 часа. И все 2 часа мы говорили об успехах детей, обо всех конкурсах, которые прошли. Действительно получилось так много. Поэтому все у нас большие молодцы, все творческие. И дети у нас самые лучшие. И мы очень довольны своей работой. Что мы хотели бы видеть в будущем? Ну, в будущем мы, конечно, хотели бы видеть больше детей, потому что сейчас многие родители понимают, что нужно отдавать детей в детскую школу искусств, вот для того, чтобы дети получали эстетическое образование. И у нас с каждым годом все больше желающих учиться. Театральное отделение – это одно из ведущих отделений детской школы искусств. Оно ежегодно завоевывает места на различных конкурсах. Театральное отделение живет интересной жизнью, проводятся разные мероприятия. Ой, ну я занимаюсь 7-8 лет. Но сначала я как бы не понимала, зачем я вообще здесь нахожусь. Но потом, ну постепенно мне начинается нравиться это дело, и вот уже хочу стать актрисой. Я играю Красную Королеву. Подготовка у нас велась очень долго. Мы много репетировали, разбирали тексты. Также мы подбирали костюмы. Ну, ну очень сложная и долгая была подготовка. Занимаюсь я здесь с прошлого года. Мы занимаемся тут ритмикой, театральными играми, танцами, вокальному ансамблю и слушанием музыки. Я нашел себе здесь друзей. Да, я буду заниматься театром. Я люблю театр. Вот уже второй год подряд детская школа искусств номер 2 является участницей национального проекта. В прошлом году на федеральные, краевые и муниципальные деньги школа приобрела музыкальные инструменты и оборудование на 5 миллионов рублей. А уже в этом году при поддержке администрации краевой и местной делается ремонт здания по адресу Ватутина 4. Я хочу отметить, что действительно театральное искусство в нашем городе в последние годы, оно прям набирает обороты и пользуется прям таким успехом у наших жителей. Вы знаете, что открываются и любительские театральные отделения, и студии театральные. У нас организовываются школьные театры. И уже второй год у нас существует народный театр под патронатом театра имени Горького. И буквально вот совсем недавно, буквально неделю назад наша общественная организация провела театральный фестиваль. Все это говорит о том, что действительно нашим жителям и нравится играть в театре в качестве актеров и быть зрителями. Я хочу сказать, что это, наверное, Наталья Сергеевна, действительно она сейчас правильно сказала, что это одно из отделений, на которые никогда нет свободных мест. И я знаю, что многие прям заранее-заранее хотят попасть в театральную студию, в театральное отделение вашей школы искусств. Это, конечно, дорогого стоит. Наталья Сергеевна, я хочу вас пригласить на сцену, вручить вам букет от главы города и сказать огромное спасибо, что на протяжении 20 лет вы не только сохраняете театральную студию, но еще и развиваете ее, привлекаете в нее замечательных педагогов из числа ваших воспитанников. Спасибо вам огромное, успехов больших и пусть еще долго-долго существует театральное отделение. На юбилейный концерт школы искусств собралось огромное количество людей. Всем желающим посмотреть прекрасные постановки театрального отделения просто не хватало места. Будем надеяться, что со временем при поддержке администрации города и края получится сделать реконструкцию здания. Мой Гамлет жалко выглядел и сиро, и был побит. Да, брат, не повезло. Не повезло? И это весь ответ? Да я просил хоть каплю вдохновения! Испытывал у зрителя терпение! Вероника Климова, Денис Надельный, Светлана Мури, городские новости, телеканал Лента. В Приморском крае стартовал отборочный тур смотра конкурса самодеятельности «Надежда, вдохновение, талант» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году конкурс начал свою эстафету на сцене Дворца культуры города Артема. Как это было, смотрите в материале Луизы Сусоевой. Надежда, вдохновение, талант. Название конкурса не случайно. Каждый номер на сцене отличался уникальностью, творческой индивидуальностью, неся добро и позитивную энергетику. Конкурсантов поприветствовал глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон. Дорогие друзья, я желаю вам всем творческих успехов, успешных выступлений, побед. Но хотел бы сказать, все сегодня те, кто будет выступать на этой сцене, вы уже победители. Вы очень сильные другом люди. Поэтому желаю вам успехов не только на этой сцене, но и в жизни. Спасибо. Смотр-конкурс проходил в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Переморского края «Социальная поддержка населения». В нем приняли участие 500 человек из 10 муниципальных образований края. Участники продемонстрировали свое мастерство в различных видах искусства, среди которых художественное слово, инструментальное, вокальное, хореографическое и театральное мастерство. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Смотр-конкурс является единственным социальным мероприятием подобного формата. Он ставит своей целью объединить силы общественных организаций, творческих коллективов, государственных структур, чтобы создать условия для выявления и поддержки талантливых, творчески одаренных людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Проявляя свое мастерство, участники демонстрируют свои неограниченные возможности и огромный внутренний потенциал. Они дарят зрителям радость и уверенность, что невозможное возможно, стоит только захотеть. Луиза Асысоева, Габриэль Филатов, Светлана Норик, телеканал «Лента». 6 апреля работники следственных органов отметят свой профессиональный праздник. Сегодня в нашем материале расскажем о буднях следователя следственного подразделения отдела МВД России по городу Артему Екатерины Шипатько. Знакомьтесь, следователь следственного подразделения отдела МВД России по городу Артему, старший лейтенант юстиции Екатерина Шипатько. Быть сотрудником органов внутренних дел Екатерина мечтала со школьной скамьи. После окончания средней школы, не раздумывая, подала документы на поступление в Дальневосточный федеральный университет. Пять лет пролетели, как одно мгновение. И вот она, уже дипломированный специалист, спешит в отдел кадров полиции города Артема. В руках заветный диплом со специализацией юриспруденция. Старший лейтенант юстиции Шипатько расследует уголовные дела разной категории – кражи, грабежи, разбойные нападения. А это следственные эксперименты, очные ставки, допросы. И через каждое проходит не одна человеческая судьба. Однако человеческие чувства на работу влиять не должны, считает следователь. Уголовное дело о разбойном нападении. 39-летний Артемовец забрал у мужчины сумку, в которой находились документы и сотовый телефон. На следствии фигурант говорил, что бес попутал, просил не наказывать строго. Но, как установило следствие, злоумышленник и ранее имел противоречие с законом. Прошел год, как он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Принцип неотвратимости наказания – главный в работе следователя. 32-летний Артемовец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, грабежи и наркопреступления, освободившись из мест лишения свободы, на путь исправления не встал. И через год снова пошел на преступление. Во время отсутствия хозяев проник в частное домовладение, откуда совершил кражу. Итог – уголовное дело и суд, который признал вину и назначил наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Каждый должен отвечать за свои поступки, считает следователь Екатерина Шепотько. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником и пожелать им счастья, успехов, здоровья и всего самого наилучшего. Жители смогут принять участие в голосовании с 15 апреля по 30 мая. Артемовцы выберут из двух вариантов дизайн-проектов общественной территории в центре города. Горожанам предложат на голосование два проекта одной общественной территории в районе дома номер 20 по улице Кирова. Устройство парка с природным ландшафтом, с холмами, организацией уютных мест отдыха, расположенных в нишах между холмов. В парке в рамках этого дизайн-проекта предлагается обустроить пешеходные дорожки, выполнить озеленение территории. Второй вариант дизайн-проекта предлагает устройство открытой площадки для игры в ростовые шахматы. Напомним, что онлайн-голосование за общественные территории, которые нужно благоустроить в 2023 году, вскоре пройдет в Приморье. В нем могут принять участие все, кому исполнилось 14 лет. Будет реализован тот дизайн-проект, за который проголосует большее количество жителей. Работы включат в национальный проект «Жилье и городская среда». На этом все новости на сегодня. Далее нашу программу продолжит рубрика «Встреча с искусством», в которой вам расскажут о том, что в парадном холле Краевой картинной галереи открылась выставка артемовского художника Анатолия Матюхина. И хотя мастера вот уже 6 лет нет с нами, его картины продолжают жить и дарить нам свой внутренний свет. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин